Привет подписчикам и кем-то смотрят канал Рыбалка онлайн видео. В данном видео речь пойдет о коротком спиннинге, на котором стоит инерционная катушка, то есть как бросать таким спиннингом. Короткий спиннинг отличается от среднего и длинного спиннинга. Если на нем стоит инерционная катушка, то и техника забросов намного есть, как бы сказать, своего рода нюансы такие. Заодно отвечу на тем, этим самым видео точнее, я отвечу на вопросы Александра Факшо, у которого возник вопрос. Он купил спиннинг, длина которой метр шестьдесят, и на нем стоит инерционная катушка. И его блесна, как говорится, далеко никак не летит из рода. Обычных блесен. Речь не про легкие, а про средний или тяжелый блесен, когда блесна падает буквально в десяти метрах. Давайте остановимся вот на чем. Короткий спиннинг это одноручный спиннинг, это не двуручный. Кстати, длина короткого спиннинга составляет от одного метра примерно до двух с небольшим. У меня в советское время вот был спиннинг вот побольше этой лыжной палки. Длина этой лыжной палки составляет шестьдесят сантиметров, у меня был восемьдесят. И блесны на такой палке, была обычная ивовая палка, стояла катушка такая, и блесны летели на тридцать-сорок метров. Тяжелые, и речь идет о тяжелых блеснах, не о легких, как говорится. Легкие летели при помощи одного монтажа, ну тоже примерно на такое же расстояние. Итак, особенности, две ошибки, которые изначально все спиннингисты, которые ставят вот такую инерционную катушку, допускают. Они берут удилища, допустим, они берут двумя руками. Вот, бом, на примере я вот этого рассматриваю. Так, особенность нашего организма происходит, не случайно я сказал это слово, фразу. Когда мы бросаем, делаем заброс, наша левая рука приводит, приводится к груди, сюда направляется. То есть, одна рука, вот как в боксе, знаете, одна вверх, одна вперед, точнее, другая назад. Когда руки сжаты в кулаке. В этом хитрость. И таким образом мы изначально эту блесну или груз, бутеревая донка, мы направляем вниз, тот туда. Как это все дело обойти? Берем короткий спиннинг. Вот, руку левую. Да? Ставим сюда ребром ладони к рукоятке. И делаем это просто. В результате чего левая рука, вот если вы сейчас попробуете сделать, да, вот так вот, попробуйте сделать за экраном. У вас левая рука, которая не в кулаке, оттолкнет рукоятку. То есть, если в первом случае у нас вот руки, когда были лежаты в кулаке, мы делаем заброс, у нас левая рука приводится к груди. И когда рука ребром, а другая в кулак, они синхронно идут вперед. То есть, происходит такой момент, когда мы делаем заброс, и наша левая рука отталкивает удочку и лишь приводит ее в вертикальное состояние. В результате чего блесна летит туда, прямо. Это когда на одноручном спиннинге короткая, длинная ручка. Если же вы, это надо подбирать, используете одноручный спиннинг, короткий спиннинг, сделайте ручку короткой. Например, укоротите, ну так, чтобы можно было, допустим, вот, держать только одной рукой. Одной. Двумя, ну короткий, так зачем двумя-то руками держать? И заброс, вторая ошибка, локоть. Локоть и плечо у нас вот это есть. Локоть должен быть прижать к груди. Вот эта часть нашего с вами организма вообще двигаться не должна. Должна двигаться только кисть и ей помогать предплечь. То есть бросок происходит кистью. Вот так. И еще, при любом забросе, коротким спиннингом, когда вы бросаете, вот, по коротким спиннингам, катушка находится вверху, в отличие от длинного спиннинга. В длинном спиннинге, на длинном спиннинге, там всегда катушка находится внизу, фактически. А на коротком, всегда находится вверху, потому что, когда вы делаете заброс, вы узочку немножко изворачиваете. И катушка в таком положении будет находиться вверху. Тяжело бросить, допустим, когда катушка будет находиться внизу. Это, такого рода, особенность именно короткого спиннинга. Многие их, что короткий спиннинг, что длинный, они соединяются вместе. То есть, вот, те, кто заброса, допустим, да, что на коротком, что у нас длинный, а что на обычном, там, например, трехметровом. В одну кучу. Здесь есть разница. Это первое. И второе. Вот, еще раз говорю, что вот, плечо, плечо, оно двигаться не должно. Если у вас не получается, то есть, плечо автоматически двигаться, знаете, что делать? Пристегните его ремнем, вот так вот, ремень, натяните. Пока рука не запомнит вот это движение, да, то есть, кисть, предплечье помогают. То есть, это так большое происходит. Не важно, откуда он происходит. Можно снизу бросать, допустим, да, вот так. Можно сбоку, можно по диагонали, можно даже вот так бросать. Но в любом случае, работа только кисть и помогает ей предплечье. Эта часть никогда не двигается. Это важно. И катушка, естественно, находится вверху. Потому что при любом забросе у нас автоматически кисть все равно идет на изворот. Но так как короткое удилище, нам вторая рука, в принципе, не поможет. Если в случае заброса вы, допустим, перегинули, просто потом берете удилище и мотаете, как вот показывают, например, в советских фильмах. Или даже где вы, например, видели спиннингистов, допустим, которые пользуются больше коротким спиннгом. Инновационная катушка, вы, наверное, обратили внимание, что это на коротком спиннинге. Идет бросок, она туда блесно улетает, спиннинг перерет удочку в левую руку, если он правша, и правый мотает. Вот такого рода нюанс. Это что касается короткого спиннинга и инновационной катушки. Это пашно. Забросов, как я уже говорил, достаточно много. Всего 7 разных, то есть снизу, сбоку, я уже повторяюсь. По диагонали и из-за плеча. Но короткий спиннинг в основном для чего нужен? Когда, например, над нами кусты, да, то есть кусты, либо какие-то новичные деревья. То есть мы не можем трёхметровым росте, потому что просто верхушкой, например, зацепим эти все деревья, да и там блесну и оставим. Поэтому нужен короткий спиннинг. Если я вернусь в самом начале, то когда вы двумя руками кидаете, в самом-сам-сам начале, вот допустим, да, то есть ваше, когда руки ваши, вот вы зажали удилище, поставили вот этот самый палец на катушку, то когда вы делаете раз, у вас слева рука прижимает рукоятку, и блесна падает. Поэтому, даже если вы поставите 100-граммовый груз, 100 грамм, он всё равно упадёт 10-15 метров от вас. Он не полетит дальше. В лучшем случае. Сейчас я покажу один монтаж, как закинуть лёгкую блесну, такую маленькую блесну, да, инерционная катушка. То есть, это тягачающий монтаж, и как он, в принципе-то, выглядит. Вот. Раньше я увлекался рыбалкой, у меня остались, точнее, спиннингом. Увлекался, остались блесны, вот эта латуна, они самодельные, железные. Знаете, в чём разница между советским парой спиннингистом и российским? Многие хвастаются, сейчас у кого дороже воблер, мы хвастались, у кого больше зубов на блесне останется. Точнее, находится. Вот, чем больше мятин от зубов щуки, тем ловится блесна, в этом особенности. А не чем дороже воблер или 200, хрень полная. Ладно. Итак, берём лёску, берём карбин. За место лёски я бы советовал использовать плетёный шнур, либо металлический кладок. Но монтаж, то есть, по сути, не меняет. Итак, одеваем, значит, всё, ах да, жёсткий берём примерно сантиметров, вот, сворачиваем двое. Вот, если двое свернуть, то у нас получится, ну, сантиметров 30. Это, конечно, достаточно. Срезаем. Ставим металлический, эээ, карабин, вот так. Ну, я буду использовать обычную затяжную петлю, то есть, мне это, вот, особо, в большой погоде не стоит. На карабин, то есть, к этому карабину у нас... Я вообще-то не захлопнулась. К этому карабину у меня крепится, эээ, блесна. Сюда, вот так вот. Ну, вот так-то бы. Лёска обязательно должна быть два слоя, точно так же, как и плетёнка. Ни в коем случае не в один, иначе перекусят, нахуй. Вот, так, теперь, сейчас подровняю люску, то, ну, фиг не будет. Вау, я уже зацепился. Нормально. А! Надо покрыть и ринейки. Теперь берём два конца лески и пропускаем его, вот это вот, в это самое, грузило. Так, где, к примеру, он выглядит. То есть... И слегка зажимаем этот монтаж... Эээ, твой, монтаж был. Это грузило слегка, по сути, так, чтобы оно туго ездило. Но не наглухо. Потому что благодаря этому мы сможем регулировать длину вот этого самого отводка. Ну, а дальше вверху, вверху, мы делаем обычную... Так. Обычную петельку, ну, состоящую из двух, кто какую, эээ, кто как умеет, тот так и вяжет. Я воспользуюсь обычной такой петлей. Ну, естественно, смачиваю. Сюда можно, конечно, надеть вертлюжок за место этого дела всего. Можно корабль. Можно ничего не надевать. Как хотите. Как удобно. И теперь у нас получается вот такого рода монтаж. Грузило мы можем двигать. То есть, как оно двигается вот. Благодаря двигающему грузилу... Так, выкрываю. Так, выкрываю. Мы можем регулировать длину вот этого нашего с вами грузика. То есть, когда вы одеваете ее на спиннинг, наша блесна становится тяжелее за счет путь огощения. Грузик советую ставить. Ну... Вот я посылал маленький, конечно, грузик. Ну, советую грамм 10 хотя бы поставить. 7-10 грамм. Ну, сверните свинец. Есть покупные. Продаются даробинки, оливки такие. Вот. Идеально подойдет в магазине. Стоит, не знаю, 8 рублей раньше стоило. Сейчас может подороже. И вот благодаря такому монтажу, нехитрому. То есть, в лесу как-то защелкнем сейчас конструкцию. Вот так. Вот все выглядело. Вы сможете закинуть и коротким спиннингом. Так же, как и длинным, в принципе, спиннингом. Если на ней стоит обычная инверсионная катушка. То есть... Опять зацепил. То есть, такой монтаж, при таком монтаже легкие блесны. Вот такие маленькие, легкие блесненькие. Можно спокойно закинуть метр за 25, блин. При помощи такого монтажа. Ну, это для тех, кто только-только, так сказать, взял в руки натурную катушку. Ах, да. Еще одна особенность. Не делайте слишком длинную вот это место. Потому что, чтобы при забросе случайно не получилось так, что вот тройник зацепится за основной. Вот. У меня сколько здесь примерно получается сантиметров 15-20. Вот такой длины и надо. Ну, длиннее 27. Не надо сделать. Если есть вопросы, пишите в комментариях ниже. А вот здесь, шелкните пальчиком. Ну, на этом все. Всем счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok